Привет, друзья! Добро пожаловать в DreamBodyClub! Я для вас приготовила сегодня очень интересное видео. Сегодня мы поработаем над ошибками, которые вы делаете, выполняя тренировки. Очень часто я вижу, что девчонки начинают, входят в азарт, начинают тренироваться, но, к сожалению, выполняют упражнения неправильно. А неправильные упражнения приводят к травмам, приводят к неправильной моторике. И, в принципе, все, что мы делаем много раз, неправильно, ни к чему хорошему у нас не приводит. Итак, сегодня я вам покажу эти важные-важные упражнения, базовые. Вы их всех знаете, вы их всех делаете. И давайте их разберем по одному. Начнем с самого любимого упражнения для девушек — планка. И здесь всегда очень-очень много ошибок. Давайте посмотрим. Планка делается на локтях или на руках, но мы будем делать низкую планку на локтях. Номер один. Локти должны быть под плечами. Ни впереди, ни сзади под плечами. То есть мы держим планку таким образом. Живот напряжен, ягодицы напряжены. Если вы уносите сюда, вы не можете держать нормально планку. Если вы ставите сюда, вы тоже, в принципе, не можете. Планка отстраивается таким образом, что локти под плечами. Дальше. Очень часто вижу вот этот вариант. Девушки говорят, ну у меня попа тяжелая. Нет, попа тяжелая. Для этого мы делаем планку, чтобы научиться укреплять мышцы спины и живота. Ягодицы напряжены, живот напряжен. Видите? Прямая. Не такая. Нет, не делаем так. Это нехорошо для нашей спины. Очень плохо. Прямо. Прямо-прямо. Все прямо. Ноги напряжены, ягодицы напряжены, живот напряжен. Но мы дышим. Еще одна проблема. Не затаиваем дыхание. Не стоим. Нет. Мы дышим. Итак, это было всего лишь планка. Дальше. Еще одно упражнение, которое очень часто используется в разных вызовах, марафонах и так далее. Скручивание. Все думают, что сделать в тот раз скручивание и будут кубики. Нет, не будут. Особенно, если жирка много. Но скручивание продолжают люди делать. И продолжают делать его неправильно. Делают так. Во-первых, тянут за голову. Вот таким образом. Здесь получается, подбородок идет на грудь и тянут за голову. Оба варианта плохие. Подбородок не тянется к груди. И голова у нас не округляется таким образом. И мы не тянем ее руками. Голова у нас, представьте, что здесь шарик. Мы смотрим по диагоналию вверх. Руки у нас, в принципе, чаще всего просто касаются головы. Они тянут голову вперед. Для этого у нас работают мышцы живота. Итак, мы держим таким образом. И вот так делаем скручивание. Если вы не можете отрывать плечи, ничего страшного. Мы напрягаем мышцы живота. Все, что вы должны чувствовать, что мышцы живота скручиваются. Если вы чувствуете, что вы тянете голову вперед вот так вот руками, нет. Лучше ставьте руки сюда и делайте вот таким образом. До того времени, когда вы научитесь, мышцы станут сильнее. И вы сможете делать таким образом. Или хотя бы таким. Но смотрите, чтобы ваш подородок не прикреплялся к груди. Это нехорошо. Следующее базовое упражнение – это ягодичный мостик. В нем у нас, оказывается, тоже очень много проблем. Вроде кажется, что где же тут могут быть проблемы? А вот они здесь. Номер один. Очень любят некоторые девушки делать такое упражнение. Сейчас я покажу. Я попробую показать. Вот так. То есть выгибают спину и толкают все тело вперед. Вот таким образом. Это не ягодичный мостик. И это мы не делаем. Ягодичный мостик – это когда мы поднимаем и зажимаем ягодицы. И нам нужно чувствовать, что они у нас работают, а не спина и не верхняя часть позвоночника. Еще один момент. Обратите внимание на ваши пяточки. То есть вы должны толкать через пяточки. Видите, мы толкаем через пяточки. Мы не на носочках, мы толкаем через пяточки. Это очень-очень-очень-очень важно. Не на носочках, пяточки. Толкаем через пятки. Таким образом наши ягодицы начинают работать. И смотрите тоже на ноги. Они у нас не разваливаются и не сводимы вот таким образом. Они у нас параллельны. Руки здесь. Видите, таким образом у нас напрягаются. Как мышцы живота. Они у нас работают, так и ягодицы. Мы их чувствуем. И чаще всего лучше даже отрывать пальчики от пола, тогда вы чувствуете, что вы толкаете пяточками. Пяточки. Пальчики нет. Тадочки. Еще одно очень-очень крутое упражнение, которое мы часто делаем, это отжимания. И если вы делаете отжимания неправильно, или вы, например, не настолько сильны, чтобы делать правильные отжимания, здесь получается очень много ошибок и очень часто люди себя трагмируют. Одна из большинных проблем в отжимании, это то, что у нас пресс не настолько силен, планку, надо делать больше планок. И мы делаем, в общем-то, отжимания что-то типа такого. Вот что-то типа такого. То есть мы проваливаемся в спине, мы проваливаемся везде, и, в общем-то, мы вредим больше нашей нижней части спины, и рукам, и плечам, и всему подобному. С чего нужно начать? Когда мы начинаем, у нас есть несколько вариантов постановки рук, и здесь нужно начать с того варианта, в котором вам удобнее. То есть, например, вы можете поставить чуть-чуть шире плечей или на уровне плечей и начинать отжиматься. Живот подтянут, ягодицы тоже напряжены, но не сильные, и мы отжимаемся лоб и вверх. Видите, здесь у нас локти идут по диагонали вот таким образом. Они у нас не идут в сторону полностью, потому что это невозможно так делать, и все, кто думает, что отжимания – это вот так, нет, это не так, локти у нас идут как в 45 градусов. Или вы можете делать узкие отжимания, и тогда у нас локти идут прямо по телу. Оп и оп. Но видите, мы, когда отжимаемся, мы не делаем вот так, мы не делаем гусеницу. Во-первых, мы не делаем игорицы вверх, то есть мы это… это не то. И то же самое мы не делаем что-то типа такого, да? Что-то вот типа такого мы… тоже не делаем. Когда мы делаем отжимания, стоит помнить, что нужно представить свое тело, как одна планка, и она опускается и поднимается, все вместе, никаких гусеничных видов не должно быть. То есть отжимаемся, опа, и так же поднимаемся. Все, всем телом, скаемся и поднимаемся. В общем, вы поняли, да, что прогибаться не надо, и если вы не можете делать правильное отжимание из упора лежа, делайте его от колен. От колен здесь тоже есть много ошибок. Например, девушки любят делать упражнения, от колен тоже ягодицы вот так вот назад, и что-то типа вот такого. Ну, такого, как бы получается, что ты делаешь не отжимания, а пытаешься просто грыть и дотронуться до пола. Здесь нужно отстраивать его так. Вы стоите на локтях, вы стоите на коленях, у вас опять-таки руки под плечами, но они не станут под плечами, пока вы не отойдете так, чтобы, смотрите, вы вытягиваете все свое тело, чтобы не стоять на коленях, а вот таким образом. То есть от колен до головы прямая. И теперь мы ставим наши руки под плечи, опять-таки ширина от того, какое упражнение вы делаете, и начинаем. Ягодицы напрягаем, живот тянули и оп, и поехали. Это отличное упражнение, и если вы... Вы должны научиться сначала делать правильно от колен, и только тогда вы сможете делать правильное упражнение из упора лежа. Еще одно отличное упражнение, мы делаем отжимания трицепсами довольно-таки часто, и опять-таки здесь наблюдаются очень серьезные проблемы, которые, в принципе, потом приводят к травмам. Смотрите, отжимания трицепсами мы делаем таким образом. Мы ставим руки, ладони у нас смотрят вперед, и вот здесь уже начинается ошибка номер один. Локти разъезжаются вот в такие стороны, даже если вы делаете это от опор, когда вы делаете этот опор, то же самое. Смотрите, вы, допустим, делаете на опорах, или там на стуле, например, и локти вот так уходят. То есть мы пытаемся, и локти идут туда. Это очень-очень плохо. Вы повредите свои суставы, и в принципе, потом будет вообще невозможно ничего делать. Здесь важно, чтобы локти шли назад. То есть мы стоим, и локти идут назад. Видите? Назад. Опа! И важно здесь, смотрите, у нас живот втянут, ягодицы напряжены, подтянули, и опускаемся. Здесь не получается чего-то вот такого. То есть мы иногда, когда руки слабые, девушки пытаются как-то делать это движение вверх и вниз, и получается, что вместо того, чтобы работать руками, работает тело. и вместо такого крепкого тела и правильных отжиманий, вот таких, получается что-то вот такое, скручивание, то есть какое-то вот такое. Это очень тоже неправильное упражнение, не знаю, что здесь работает. Лучше, я как говорю, всегда делать с хорошей техникой. Если вы не можете делать с хорошей техникой, спросите тренера, спросите учителя, спросите вашего коуча, как облегчить упражнение или чем заменить, иначе все очень плохо. Еще одно отличное упражнение, которое мы часто делаем на ягодице, в котором тоже очень много ошибок. Смотрите, это упражнение, когда вы подтягиваете живот, стоите на четвереньках, и знаете, поднимать нужно будет ногу, да? То есть, ногу можно так поднимать, можно вытянуть, но спяточкой вперед лучше. И здесь очень часто случается то, что девушки поднимают ногу, но они не задействуют ягодицу, а задействуют спину. И получается, что это вот такое. То есть, получается, что мы работаем над спиной, вот так, видите, мы сгибаемся тут в спине, и вообще, я даже, причем здесь ягодица? Нужно помнить, что когда мы работаем над определенными частями тела, мы должны концентрироваться над тем, какая мышца работает. Итак, смотрите, здесь напрягаем живот, и ягодица. Оп! В этом месте еще ягодица чувствуется, она напряжена. Как только мы заводим вперед, выше, уже начинает работать спина, и живот тянется. То есть, это не то, что мы, в принципе, хотим. Конечно, растяжка это хорошо, но в данном моменте наша нижняя спина не должна так сильно напрягаться. Мы поднимаем, затянули, опускаем. Точно так же здесь. Поднимаем, и вот мы тоже самое, когда делаем еще упражнение, мы делаем вверх, и бок. Очень-очень внимательно на душонки смотрите, и подтягивайте живот. В этой позе очень легко расслабить живот. Нет, живот у нас протянут, что защищает нашу спину, и мы работаем. И еще здесь бывает такая ошибка, что когда вы поднимаете ногу, она у вас идет не параллельно вверх, точнее перпендикулярно, а вы как-то немножко ее закидываете, да, следите за тем, в общем, когда вы делаете упражнение, найдите зеркало или записывайте себя на видео. Вы увидите, что вот это вот не должно случаться, она идет именно вверх и вниз. Никаких закидонов не должно быть. Окей, это были упражнения, которые мы очень часто делаем, их, мне кажется, их можно встретить в любой программе тренировок, у меня в тренировках их тоже хватает, и я хочу, чтобы вы делали их правильно, поэтому обязательно концентрируйтесь над упражнением, думайте, почему вы делаете упражнение, какая мышца работает, и ни за что не пытайтесь просто сделать больше, больше, больше безумно, нет, чувствуйте, отрабатывайте технику, и только тогда работайте уже над интенсивностью и количеством раз. Надеюсь, это было полезно, дайте мне знать в комментариях, где вы делаете ошибки, над какими упражнениями вам нужно поработать, и не забывайте подписаться на инстаграм, потому что там все-таки мы с вами общаемся немножко чаще, то есть более-менее ежедневно. Окей, увидимся в следующих видео, до встречи, с вами была Оксана, будьте активными!